приглашаю вас вот так она должна это сова выглядеть тут будет механизм который будет поднимать крылья такое перышки я решил сделать в виде штыков ножей сова птица серьезная почему бы нет все это на заклепках ключик она будет в руках держать но я посмотрю у меня есть там какие-то если подойдет то я и прям готовый ключик не буду возиться здесь будет механизм такой махающий который на лямочка будет пристегиваться к самой птицы ну и вот так она будет летать теперь я вырежу шаблон и сделаю такую глямба заготовку для того чтобы у меня более-менее точно были крылышки я в этот раз сделал на почеркушки направляющие и сейчас вырежу из пласта этот шаблончик запеку его а потом уже буду располагать вот согласно этого рисунка отдельные части но посмотрим насколько это упростит процесс по сравнению с тем которые раньше делал вот это запеклось тут я сейчас вырезал по шаблончиком по этим тоже отправлю в печку и начну выкладывать посмотрю как это будет выглядеть во всяком случае получилось быстрее если бы я по отдельности как-то резал не знаю вот этот способ не понравился и так вот так мы сейчас потихоньку начнем приклеивать тепёрышки метчики вот эта граница она служит как раз вот этим где она должна быть а так как у меня здесь разметка есть то я постепенно сейчас начну их прикладывать в том положении как они должны и существовать надеюсь получится конкретно надо аккуратненько все делать работа как вы это заметили уже кропотливая да но дело в том что если я просто но так сказать соберу их вот так тоже будет вроде бы ничего но по сравнению вот этим посмотрите стоит она стоит того повозиться для того чтобы мне легче было я проложил вот здесь такой жгут который потом срежу на свеженькую пока горяченькая и сделаю второй ряд ну а теперь займемся вторым рядом здесь мы сделаем немножко попроще то есть я буду вырезать такие лучики здесь сейчас и потом просто уголки срезать так так мы сейчас ее сюда уложим чуть-чуть будем раздвигать таким образом сделаем то же самое друг на друга немножко завести создав таким образом объем мы теперь поставим сюда это крылышко чуть-чуть раздвинем его вот так и пока второе запекается лучше в запеченном состоянии конечно это делать тогда они ровнее красивше а мы сейчас наделаем много 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 этих самых заклепочек и поставим сюда будет красиво вот так выглядят наши крылышко мы потратим на них уйму времени и я еще здесь делаю такие кругленькие но когда уже механизмы поставлю а кто знает о сов так называемые подмышками есть круглые уже почти круглые перья и здесь я их и поставлю потом но сначала механизмы здесь сделаю вот так выглядит теперь уже в концовке и я решил еще добавить здесь пару паровозных труб ну потому что стимпанк что сделаешь я сделал их из трубочек которые создал обклеив вот такую трубку и вставил трубочки поменьше вот получились паровозные трубы да конечно можно было сделать как я раньше сделал делал из вот этих патронов но дело в том что кто знает мой поставщик патронок не вечен и поэтому я стараюсь сделать все в общем то из фима то есть купил гель купил кусок фима и поехали поэтому так сейчас что я сделаю я сделаю тельце то есть выпуклое я сделаю тельце головы и так далее потом начну сюда уже лепить всякие детали так вот я вырезал кусочек и теперь придам ему продолговатую форму и поставлю вот сюда то есть таким образом получил вот это тело совы которые потом буду дальше уже обрабатывать вот такое тельце у нас получилось сейчас запечем все и сэкономим кучу фима по рисунку здесь у совы должен быть ключик в лапах ну вот я сейчас выдавил с экструдера такую колбасочку и я хочу ее запечь потому что вокруг я буду обжимать вот эти когти ну и остальное я уже тут накручу поэтому она должна быть твердой ну и саму открывашку я тут сразу же решил приделать запечь вместе с ним а это уже отдельно я совсем забыл что нам надо сначала оперение сделать то есть пройтись вот здесь по всем этим местам я нарезал вот таких маленьких перышков и сейчас буду их накладывать слой за слоем так вот здесь я сделал кольцо как предполагал а здесь сделал шестеренку как только она запечется я вот эту серединку вытащу я специально сделал чтобы она оставалась ровненькой запеку сейчас я думаю я ни разу еще вам не показывал как я делаю такие ребристые шайбочки по одной простой причине что я самое впервые делаю то есть я делаю с помощью болта такую текстуру потом отрезаю нужно мне кусочек и потом вот начинаю вокруг постепенно подгибаю не спешить и желательно обогнуть ее вот так два раза немножко на второй раз чтобы она пошла тогда мы можем здесь отрезать убрать отсюда отсюда и теперь уже соединить и получить вот такую ребристую шайбочку очень декоративно я вам скажу вот вышел из печки такой ключик с такой вот ручечкой но я буду в самую последнюю очередь это делать я не знаю какой величины мне нужно будет поэтому это не проблема оставим на потом так ну вот теперь можно аккуратненько это дело поддеть вытащить а на это место естественно с гелем поставим что-нибудь ну-ка проверим так должно поместиться вот эту декоративную шайбочку поставим горячее горячее всегда тяжело работать так ну а здесь сверху уже сделаем что-нибудь с помощью молда сейчас сейчас опустим его прямо сюда вот так так ну а сейчас еще пройдемся здесь заклепочки здесь поставим может быть а может быть не будем ну здесь во всяком случае точно и перейдем уже потом механизмом и голове так так ставим трубы сюда теперь конечно лучше было бы их сзади куда-то прилепить но у нас картинка такая что сначала не было предусмотрено а потом уже было поздно конечно с точки зрения механики было бы немножко глупо ставить паровозные трубы на крылья но для красоты пойдет так здесь проведем два гофрированных шланга ну вот уже обещанные круглешочки так достаточно и с этой стороны я не знаю стоит ли здесь делать такие насечки давайте сделаем все-таки это у нас симбиоз совы и механизма так я сделал трубки и вот теперь срезав по косой вот так чтобы у нас уже все шло как надо я сделаю здесь выхлопные трубы продолжим украшательство то есть что я хочу сделать я хочу сюда ввести сейчас провод вот мне надо закрыть вот эти места поэтому и так это проводом сейчас их как раз вот и закрою вот так отлично и второе то же самое еще я хочу здесь коронками такими украсить трубу как будто ну как раньше это было на паровозах а для этого есть вот такие ножницы я думаю что они вообще-то служат для материи но мне не служат делать коронки вот так обрежу сейчас обмотаю ну и тут пару заклепочек поставим перемычки вот здесь ну вот наша птичка невеличка почти готова то есть я добавил здесь как вы видите эти коронки потом соединил шланги здесь провел ну и в принципе все вы скажете а как все да так все я сегодня я устал дело в том что такую вещь сложную да сделать за один день за десять часов ну я не успеваю а сидеть вечером ну я всегда предпочитаю русскую пословицу утро вечера мудренее и поэтому утром я приду еще раз гляну как все выглядит и спокойно закончу вот эту часть так что я не прощаюсь итак утро ранечко утром ранечко то есть сейчас суббота раннее утро и я тут воюю с глазами сделал такую текстуру и пытаюсь теперь вокруг глаз ее завести так так ну это удобнее делать на столе то есть я вот сейчас сделаю такой полукруг постепенно вминаю сюда подминаем заминаю и получу такое декоративное возле глазья я не знаю как это назвать я называю это возле глазья тогда она становится похожей на сову мне так кажется лично но там что вот теперь здесь нос нос конечно очень просто делается сейчас возьму кусочек глины раскатаю вот так в форме носа и сюда прилеплю так ну естественно гладики надо сделать будет ну и там еще вот такие бровки так ну а теперь вырезав вот два колечка поставил сюда а потом сделаю уже глаза и сделаю здесь такую перемычку а потом уже бровки пока она там запекается я тут бровки на вырезал и жду из печки нашу птичку так как они мне нужны жесткие я их запеку потому как потом я хочу сделать тут все таки объем не хочу так оставлять вот так задеру концы я надеюсь она не опустится и так запечется так а мы с вами продолжим пока работу над золотым ключиком ну золотым он не будет будет бронзовым но тем не менее где то вот размерчик я думаю должен быть вот таким чтобы эта часть хорошо держалась и не отваливалась я вот такой шлиц сделал и сейчас сюда приклеим так мне почему-то кажется гораздо лучше попышнее он стал поинтереснее ну так вот и оставим так брови прилепили так чуть пониже их а в середину я просто поставлю так для украшения вот такую полоску придаст такой стимпанков насти сейчас я прикрепил 3 6 пальцев а потом еще снизу сделаю запеку сейчас вот так она будет выглядеть как будто действительно сова держит потом когти еще сделаю ну все готово птичка готова вылететь из гнезда вот тут ее ключик казалось бы лепи и все но проблема в том что я не поставил в этот ключ металлический стержень поэтому теперь когда она запекается она вот так делается это мне не надо ну вот вроде как получилось я еще сейчас подложу сюда такие картоночки чтобы уже окончательно выправить и там высохнуть вернее остынуть высохнуть это она и так какая объемная птичка то получилась у нас ну я думаю что если бы я не для своих целей делал то ее можно было как ключинцу использовать декорацию ну да вполне буду красить так на создание этого механизма ушло у нас у меня вернее у вас ушло где-то 25 минут а у меня ушло полтора дня ну так как я вложился в общем то нормальное время я имею ввиду то вот вам бонус я сейчас вместе с вами покрашу потому что я знаю некоторые любят когда я начинаю тут покрасить покраску ну чтобы не утомлять тех которые сто раз это видели я сейчас быстренько включу скажу только что я использую по-прежнему коричневую для ржавчины серебрянку для металла и медную краску понятно для чего для меди и так понеслась так и 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 Ну вот, за два дня, начиная с эскиза, получилась такая аптечка. Ну, мне нравится, честно говоря. Такой объемный я еще не делал. Это прям почти целая скульптура получилась. В общем, я пошел ее сейчас фотографировать. А с вами мы прощаемся до следующего раза. Желаю вам творческих успехов. Пишите. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok